мои постоянные подписчики спрашивают у меня рассказывать больше история себе история об обычных людях я вы знаете сейчас вспомнила хочу рассказать вам такую историю как говорится никто не знает чем слово наше отзовется и вот эта история случилась давным давно мне ее напомнила моя племянница катюша который на сегодняшний день то уже слава богу 40 лет с небольшим почти каждое лето тетя галя приезжала к нам новочеркасск на месяц во время своего отпуска это было незабываемое время мы ходили вслушали ее открыв рот она нам все время рассказывала какие-то интересные истории ну и часто мы ездили на дон отдыхать и вот однажды тетя галя мне рассказала такую страшную историю что я запомнила ее на всю жизнь и наверное до сих пор так мне неприятно их вспоминать ну попрошу вас тетя галя напомните пожалуйста про эту историю что вы там нам рассказали а тогда когда произошла эта история она была маленькая девочка ей было лет двенадцать наверное или тринадцать вот такой вот знаете пытливый возраст когда детям хочется все узнать все познать и вот мне катюша напомнила эту историю я хочу вам о ней рассказать тоже довольно интересно но история такая мы поехали на дом с детьми сестрой с мужьями у нас на дону там такие базы отдыха ездим каждую неделю ездили на выходные и вот вечером уже взрослые усели за стол посидеть ухи покушать поговорить ну а детям естественно с нами сидеть не интересно и катюша говорит ну мама я тогда пойду искупаюсь на речку вот таня говорит мама ее моя сестра катя да ты что да куда уже 10 часов ночи темно какие купания куда ты пойдешь ни в коем случае мало ли что в общем конечно же знаете вот такие запреты они действуют наоборот то есть катя сказала нет я пойду стала капризничать а что такое а почему нельзя ну что дело идет уже чуть ли не к скандалу но и тут я как говорится вмешалась в разговор и говорю катя да конечно конечно иди искупайся но только имей ввиду что в реке дон водятся огромные рыбы наверное величиной с тебя и вот днем эти рыбы они не плавают так например вот огромные сами или сама огромная сама с тебя величиной они днем сидят под корягами а вот ночью как раз сейчас они из под коряг вылезают выплывают и и плавают и смотрят чтобы им такое покушать и тут ты заплывешь а тебя из воды вот такой огромный сом своими холодными губами за ногу сап царап и утащит под воду говорю иди иди катя конечно купайся познакомься с сомом с этим катя притихла ну все равно понимаете же не будет же она говорить что это она испугалась или что она пошла купаться мы ее не смогли уговорить и только спустя большое большое количество времени наша катя созналась я иду переодеваюсь купальник и иду такая а тетя галя при этом мне говорит же самое главное иди сейчас тебя сом теплыми губами мягкими губами за попу как схватит но мне этого можно было не говорить мне так то было страшно но после этих слов я естественно переоделась прихожу на дон на берег окунулась я наверное ну вот так вот было воды то есть я просто вот над на берегу легла чтобы купальник был мокрый чтобы показать что я не упала в грязь лицом а что я тоже искупалась и бегом обратно вот так вот так тетя галя меня разрешила мне искупаться говорит тетя галя вы знаете что я тогда я ведь пошла вроде купаться после вашего рассказа я подошла к реке посмотрела 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 на эту черную воду представила там этих огромных самов в глубине я посидела там на бережку на бревнушке и вернулась назад конечно же я купаться не пошла так вот мало того что она тогда не пошла купаться и вот этот мой жуткий рассказ так скажем да он повлиял очень сильно и даже сейчас катя уже по прошествии огромного количества времени она мне говорит тетя галя я теперь вообще боюсь купаться я боюсь за далеко заплывать с вашими жуткими рассказами мне страшно теперь вот такая вот боегушка катя оказалась я сейчас конечно смеюсь говорю катюш ну да господи ты же понимаешь что нужно было как-то тебя предостеречь мало ли что на самом деле может случиться все-таки ночью купаться опасно тем более одной поэтому поэтому я тебя так и запугала но я думала что ты же понимаешь уже взрослая что это все ерунда но катя осталась непреклонна и вот этот мой рассказ в детстве он отозвался на всю ее жизнь и теперь моя племянница катюша она боится купаться и далеко заплывать вот такие бывают рассказы так что никогда мы не знаем чем наше слово отзовется как говорится ну а потом видите еще я когда говорю все катя господи ну какие-то детские сказки про сома и ты до сих пор боишься уже большая девочка она говорит да нет тетя галя вы рассказали еще одну историю как вы там столкнулись однажды в реке с утопленником и была на самом деле такая история в моей жизни тоже и я имела неосторожность эту историю как-то рассказать я эти все истории рассказывала понимаете не так знаете страшным образом что вот черная рука приближается подходит вот она уже на лестнице то есть я не хотела запугивать детей и дети уже тогда были достаточно взрослыми вы потом сама это интересное что когда я приезжала в гости к сестре то все все эти дети и моей сестры двое ребятишек и моя дочка они все прибегали я спала тогда помню отдельно там мансарда была у сестры дом большой и я спала там одна в этой мансарде ну и вот только я собираюсь спать тут же ко мне прилетает прибегает все отворы они начинают меня упрашивать тетя галя расскажите историю тетя галя расскажите историю о тете гале этих историй вагон и маленькая тележка ну и я конечно же рассказывала благодарным зрителям и вот получилось что некоторые мои истории отозвались таким образом что я напугала на всю оставшуюся жизнь катюшу купаться и заплывать далеко вот друзья так бывает и даже на этом наша история о самах донских не заканчивается и и опять понимаете вот моя интуиция наверное здесь работает стопроцентно потому что как вы понимаете тогда в конце девяностых годов когда это происходило мои рассказы о самах я толком-то об этом и не слышала тогда ничего подобного придумала можно сказать сама вот так вот с ходу и если учесть что youtube стал популярным и открылся только в феврале 2005 года ну вот представляете это буквально наверное где-то через пять лет только после того как я сама придумала эти истории и вот оказалось что в ю тубе сейчас можно найти массу вот таких интересных видео про самов-людоедов про самов-убийц которые хватали и поедали утаскивали на дно людей это просто понимаете опять же для меня интересная история ну и конечно же для неверующих я хочу подтвердить свой рассказ который я рассказывала когда-то детям хочу подтвердить вот сейчас уже реальными историями которых очень много в ю тубе некоторые из них которые произошли именно на дону именно самами как ни странно я вам сейчас представлю для вашего обозрения для тех кто не верит моим словам случай произошел в 19.00 в середине августа 1997 года влюбленная пара прибыла из тагила под ростов откуда молодые люди отправились на дон к родственникам чтобы провести с комфортом бендовый месяц ну как обычно купаться загорать и отдыхать молодожены по приезду перекусили у родственников прихватили лодку и поехали на берег поскольку екатерина любила понырять на глубине молодые люди надули лодку запрыгнули и погребли веслами подальше от берега катя быстро разделась и осталась только в купальнике она спешно нырнула в воду и вальяжно поплыла по реке в это время муж в один восхищался красотой своей жены катя была маленького роста и весила не больше 50 килограмм девушка была похожа словно на ребенка екатерина наслаждалась плаванием а горячие комплименты вадима не утихали донские челюсти не пощадили девушку катя отплыла от лодки примерно на 10 метров и внезапно под девушкой забурлила вода это было похоже на водоворот в один момент из воды показалась большая пасть и донской гигантский сом схватил девушку за туловище и погрузился под воду это произошло за несколько секунд вадим даже не успел ничего понять что вообще случилось что говорил позже вадик я настолько сильно оцепенел что даже не смог пошевелиться нет нет я не испугался просто это было неожиданно в лодке еще лежали вещи моей жены чувствовался запах ее духов витающий над водой я был потрясен что какая-то огромная рыбина утащила катю я было хотел нырнуть вслед за женой но меня остановил инстинкт самосохранения я сидел и плакал на тот момент уже вдовец вадим мгновенно схватился за весло и поплыл к берегу быстро упаковал вещи и на большой скорости поехал в село прямо в милицейский участок там он в ужасе забежал в проходную и рассказал о случившемся вскоре собралась вся деревня на охоту за душегубом сотрудники милиции с местными крепкими мужиками поставили сети и стали ловить монстра постепенно сужая расстояние между сетями как говорит начальник отдела шансов на поимку гигантского монстра было мало но чудо случилось после многочасовой охоты мы поймали речного монстра когда сельские мужики крутили лебедку почувствовали несоизмеримое сопротивление мы стали подтаскивать рыбы на мелководье и когда подтянули рыбину ближе мы оказались в ступоре такого сома я еще никогда не видел хищник дергался на мелководье и повалил на землю двух здоровенных мужиков начальник милиции хотел умертвить сама из табельного оружия но спустя пару минут толпа людей пришла в себя и бросилась на сома избивать колотить и наносить удары различными сельскохозяйственными инструментами в итоге обозленный народ фактически разорвал рыбу на куски на месте после вскрытия рыбы в желудке обнаружили тело кати кислота еще не разъела тело поэтому опознать ее не составило труда рыбина по размеру было не меньше пяти метров а вес неизвестен поскольку не было возможности взвесить сама к тому же население продолжало периодически изувечивать хищника превращая его фарш а вы видели настолько больших рыбин итак давайте посмотрим что говорят теологи вот слушайте улов гигантского сома рыбаком днепропетровщины то есть это когда-то вот произошло не только удивил но и напомнил о том что с этими речными обитателями связано немало историй которые для людей заканчивались довольно плачевно интернет кишит рыбацкими байками и рассказами о нападении самов людоедов и любители страшилок конечно утверждают что это не выдумки якобы еще в средневековье сом был известен тем что помимо своей обычной еды был не прочь полакомиться овцами и собаками а иногда закусить и зазевавшимся купальщиком гигантская пятиметровая рыбина на запросто способна целиком проглотить ребенка или утопить взрослого человека нередко они топят плывущих собак даже телят и известно несколько примеров что крупные сами утаскивали в воду и топили купающихся детей так например не очень давно в астраханской губернии был случай что трехпудовый сон стащил в воду 11-летнего калмычонка свесившего ноги с плота и утопил его но подавился и вскоре всплыл вместе со своей жертвой костромские рыбаки потеряли покой им уже которую ночь снится один и тот же сом вот такой за поимку которого ждет слава признательность купальщиков и зависть тех от кого он ускользнул на реке он же идет охота если это слово вообще применимо к рыбалке на огромную рыбину которая на днях покусала женщину акул в этих водах отродясь не бывало а вот сон нынче пошел дерзкий с главной героиней костромских челюстей встретился виталий каловин это происшествие попало в криминальную хронику из-за явной опасности для общества инцидент возник на бытовой почве во время купания в реке он же под костромой то что с ногой происходит неладное потерпевшая почувствовала не сразу под водой сначала что-то зашевелилась потом острая боль что-то подплыла уткнулась резко в ногу и произошел такой захват ноги укус огромный сон как указывают оперативных сводках совершил дерзкое нападение он вцепился зубами в ногу женщины и не отпускал пока не получил решительный отпор врачи насчитали более 20 мелких ранений все травмы от рыбьих зубов верить или не верить всем этим историям судить конечно вам возможно все таки что то здесь есть капелька правды ну а на этом друзья я с вами прощаюсь надеюсь что вам понравилось моё видео о самах всего вам доброго увидимся пока пока